Привет, друзья! С вами Фрост, и вы смотрите последний в этом году выпуск информационной программы новости Apple. Сегодня речь пойдет о доле рынка смартфонов Apple в России, датчике ЭКГ в Apple Watch и многом другом. В Apple намерен научить фирменное устройство более экономно расходовать энергию аккумулятора за счет автоматического переключения между типами сотовой связи. В зависимости от вида, выполняемого пользователями задачи. Это следует из материалов нового патента, выданного ведомством по патентам и товарам-знакам США на имя инженеров компании. Тайваньская компания Mediatek может стать поставщиком модемов сотовой связи для новых iPhone. Как можно догадаться, желание Тимакука диверсифицировать состав поставщиков чипов связано с утебной тяжбой, которая сейчас разворачивается между Apple и ее давним поставщиком конемокационного оборудования компании Qualcomm. В распоряжении изданий DigiTimes оказалась информация о том, что в следующем году количество отгруженных Apple Watch достигнет 27 миллионов устройств, что гораздо больше недавнего прогноза — 23-25 миллионов Apple Watch. Для компании это очень много, поскольку не так давно количество проданных за год часов едва превышало 10 миллионов девайсов. В прошлом квартале доля Apple Watch среди всех проданных умных часов приблизилась к 50%. То есть почти половина покупателей предпочла именно устройство от Apple, а не от ее конкурентов. По состоянию на декабрь 2017 года доля Apple на российском рынке смартфонов достигла рекордных 43%. Цифра является рекордной для бренда со времен выхода его на отечественный рынок. В докладе утверждается, что доля Apple в деньгах в России выросла примерно на треть за последние два месяца. Еще в сентябре компания занимала примерно 32% рынка. Эксперты связывают столь значительный рост с выходом трех флагманских смартфонов. К данному моменту реализовано в количестве 130 тысяч штук. Серьезное влияние на рост доли Apple также оказало плановое снижение цен на iPhone предыдущих поколений. Одновременно с началом продаж iPhone 8, 8 Plus и X, производитель принял решение об удешевлении моделей 2015 и 2016 году выпусков. Больше всего подешевел iPhone SE, доступный для покупки по цене от 18 тысяч рублей. Благодаря доступной цене и сбалансированным характеристикам по итогам 2017 года, iPhone SE является самым продаваемым смартфоном в стране, подтверждают ритейлеры. Не считая под тач, 32 гигабайт на iPhone SE обеспечивает самый низкий порог вхождения в экосистему Apple. Компания Apple может скорректировать цены на флагманские модели iPhone в меньшую сторону в начале 2018 года, прогнозирует аналитики DigiTimes. Таким образом, уверенные исследователи рынков Купертино отреагируют на относительно низкую популярность iPhone X в ряде приоритетных для вендоровых государств. Несмотря на позитивный настрой на удешевление iPhone, который произойдет в течение ближайших месяцев, представители DigiTimes не озвучили пределы снижения. Учитывая предельную строгость Apple при решении подобных вопросов, можно предположить, что цена упадет не более чем на 50-100 долларов. На днях стало известно, что продажи iPhone 8, 8 Plus и 10 в США, где лояльность потребителей к продукции Apple находится на весьма высоком уровне, отнюдь не дотягивает до рекордных показателей. Как показала выборка RBC Capital Market, в ноябре на долю iPhone пришло всего лишь 69% продаж. Следующее поколение Apple Watch оснастят датчиком для исследований электрической активности сердца, или ЭКГ, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Собеседник издания уточнил, что в компании активно тестируют обновленную версию часов с электрокардиографом, который, впрочем, не является с основной частью устройства, располагаясь вовне. Для работы датчика необходимо сдавить функциональную рамку пальцами другой руки. Устройство пропустит разряд тока через тело пользователя, отслеживая сигналы сердца для обнаружения сердечных аномалий, вроде нарушения ритма и тахикардии. Оснащение Apple Watch датчиком для снятия показаний ЭКГ выведет устройство на кардинально новый уровень. Благодаря этому часы смогут активнее использоваться не только как устройство для приема уведомлений или шагомер, но и как удобное средство для слежения за состоянием здоровья. Ранее Apple в рамках совместного проекта с учеными Станфордского университета научила часы диагностировать мерцательную аритмию и апною во время сна. А на этом все. Последние новости уходящего года подошли к концу. С наступающим вас, друзья! Пока-пока! Нормальный звук? Нормальный звук? Диверсифицировали диверсифицировали? Да не вы диверсифицировали!